Итак, поздороваемся для Ютуба. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы смотрим игру Evil Maniacs против Siberian Storm. Стадия пиков. Да-да, всем привет. Со мной сегодня комментирует Михаил Лесник и Глеб Сидоров. Здравствуйте. Основатель канала Easy Broadcast TV. Просто хороший человек. Хуже исковеркать мою фамилию нельзя. Да. Так, первый бан. Сразу дополнительное время. Неплохо себя. Зомби. Пошло. Так. Зомби был бан. Но они очень долго думают над стандартными банами команды. Что-то не так. Спиан, Дайн, Кинвокер это стандартный в этой мити бан. В последнее время их очень много берут на всяких банах. И это не исключение, это игра. Итак. Ай, пока что комментировать нечего. Так, да, зол. Очередь команды Сил Света запрещать героя. Ничего не понятно. Вообще ничего. Действительно, зачем так долго думать над банами? За первыми, кстати говоря. Они, наверное, придумывают стратегию команды, что они будут пикать, поэтому будут самые важные. Потому что по ним строятся основные стандартные. Я думал, что первые баны можно придумать до игры. Придумать свой пик, как они будут играть. Подумать не можно. И, собственно, самая интересная часть начинается. Солить. Солить необычные баны, я бы сказал. Его очень редко пикают. Ну, возможно, команда видела какие-то другие игры своих противников. Возможно, они что-то знают. Может быть, команда может видела, но мы нет. Так что мы ничего не знаем. Первый пик команды Эвил Маньякс. Осталось 10 секунд. Как ты думаешь, что там будет? Осталось 5 секунд. Не знаю. Это может быть что угодно. Что угодно. Я не могу ничего сказать про игру этих ребят. Посмотрим. Необычный герой. Давно я его не видел. В официальных играх. Ну, Магнус. Бэйн. Ну, эти ребята сразу продумали стратегию. Эти парни, видимо, знают, во что играют. Кстати, можно напомнить, что игра проходит на Лиге Сивит. Отборы на Лигу, как бы, на основную часть. Борятся за участие. А вы можете переходить в паблик ВКонтакте, который у вас снизу на экранах, посерединке. И подписываться. Там проходят все анонсы. Про стримы. И, ну, я думаю, стоит подписаться. Так точно, капитан. Что задолго задумались над вторым пиком. Ну, ничего, ничего такого. Это важно продумать. Потому что... Потому что... Дизераптор. Два саппорта. По-пределению. Я не знаю, что они будут делать с этим Магнусом. Видимо, у них какая-то стратегия, но... При этом сразу палить... Я думаю, Магнус Дастер Пэй полетит обратно. Благодаря Дизераптору. Может быть. Теперь нужно... Или не Дастер Пэй, благодаря Дизераптору ультимативная способность. Ну, еще важно, куда пойдет Магнус. То есть, это будет или Хард, или Лимит. Да. Очень важно. Или даже его оставят фармить свой даггер. Я думаю, Магнус отправить можно в Хард, потому что на Медея есть герои намного посильнее. Посильнее. Шейкер. Как. Видимо, что-то будет с иллюзиями, я думаю. Ну, да, при таком раскладе Бэй не сильно массовые герои, а вот Шейкер бы неплохо зашел, как второй саппорт. И даже даже как Хардвейнер. Зомби, Шейкер, забанены. Да, это те герои, те герои, которых нужно бояться, действительно. Ну, я думаю, Сибириан Шторм подумает головой и забанят фантом Лансера. Потому что больше героев нет, которые будут иллюзии прямо рядом с собой иметь. Или не забанят. Свен. Свен тоже такой бан. Часто мы видели его на лиге в Сибицкой. Бан уже привычный нам. Мы стримим Сибицкую лигу в первый раз, поэтому мы не видели его раньше. Мы видели его против, когда играла команда Freshly Game. Вот. А это было не на Сибит. Вот так вот. И так, Эмбер Спирит. Решили все-таки отдать фантом Лансера, если его не окончательно хотели. И взяли героя, который будет его убивать. Кстати говоря, Эмбер Спирит с Магнусом. Неплохая связочка, уже намечается что-то вроде тимплея какой-то командной игры. Осталось десять секунд. Алло, да. Спирит. Здравствуйте. Осталось пять секунд. Еще раз. Ну, по штормов все понятно. Они будут агрессивно играть. Этот пик явно не на жесткий лейт. Они будут давить, и, скорее всего, будет какая-то агрессивная трипла. В харде или же в изи-лейне? Скорее всего, в харде. Я не уверен. Я заметил тенденцию, что команды берут героев, которые могут пойти троем в хард и убить кэри. И загнобить его. Но почему-то они этого не делают. Они берут вот эту сильную триплу, идут на изи-лейн, и там просто хорд лейнер стоит, кайфует. Типа, да, в этом и суть. Ну, если у тебя жесткий пик, о. Квин оф пейн. Мне штормов пик очень нравится. У маньяков все как-то очень мутно, я не знаю. Ну, вот сразу понятно, Квинов Пайн Мид, Магнус на сложную линию, и Эмбер Спирит фармить. Или же это будет Эмбер Спирит на изи-лейне, в соло. Как тебе такое? Я не думаю, что он может выставить в соло, я думаю, Магнус может выставить в соло на изи-лейне, а не пойти в триплу. Но пока что непонятно. Байну нужен какой-то дополнительный герой, чтобы можно было хорошо убивать. Подцепить он может, а продолжение? Ну, там есть Эмбер Спирит, не забывай. Эмбер Спирит, чейные, не думают, что такое сильное продолжение. Нужен какой-то сильный саппорт. Очень сильный спорт. Леон. Вич Доктор, очень сильный саппорт. Вич Доктор, очень возможно. Реверс Полярити, Бурс Пирит, Квин оф Пейнт, сразу все так, как, не знаю, Голливудское кино какое-то, музыки. Но при этом есть Дезераптор и Клокверк, которые могут немножко упустить тролль. Неплохой герой, но не в тренде, не в тренде. Про него же все забыли. Да. Хотя при этом он хуже не стал его, не в тренде. Да, он жесткий. Ну, его понерфили, но потом апнули. Как бы вот, я покажу вам 6 пассивок количество. Осталось 5 секунд. Так, решающие баны идут у нас. Ну как, они не совсем уже решающие, это последнее. Я имею в виду, последнее, да. Для Эвел Маньякс вообще можно просто забанить какого-то саппорта, который им не подходит, ну, который против них будет силен. А штормам? Штормы даже не могут предупредать этот тролль Мидт или не в Мидт. Да, они не думают, что это тролль Маньякс в Вендранер. Ну, по идее, он так и пойдет. Но для Эвел Маньякс просто убрали героя, который им не нравится. Ну, да. Это плохо. Эвел Маньякс вообще, по-моему, в недоразумении, кого банить, потому что саппортов много, а Банадин. Ну, как бы, да. Им сейчас очень важно взять мидера, который сделает им всю игру, потому что у них тут более такая... А, у Эвел Маньякс, да. Не, ну, может быть тролль Мидт. Ну, мне кажется, вряд ли. Он, скорее всего, не выставит. Почему-то не забанили последнего героя. Почему-то не показан банк. А, потому что они не успели. Да, и не успели, да. Они не захотели бы, они думают. Ну, ладно, фаерплей поиграем. Дополнительное время 0 секунд. Я буду очень рад, если у них все рандомнит героя в последний раз. Почему не забанить любого героя? Типа осталось на секунду, а он... непонятно. Я не знаю, наверное, не успели просто. Ничего страшного. Последние пики. Остается немного времени, но есть еще дополнительное время. У Штормов даже очень большое, в отличие от Маньяка. У них не осталось дополнительного времени. Поэтому у них будет всего полминуты на пик. Посмотрим, чем они будут давить. По идее, для Штормового игра должна быть очень простая. Но... Смотря как сыграют их оппоненты. Тут все очень... Ситуационно. Долго думают теперь. Штормы. Да, задумались. Задумались Штормы. Как вы думаете, кого Эвил Маньякс возьмут в миддл? Эм... Не Шторм Спирид. Сразу не Шторм Спирид. Опа! Воу, что это? Магнус Саппорт? Да. Или поет Саппорт? Может, это не умеетно? Что за бред? Какой-то бред, серьезно. У Маньяков должен быть ОД. ОД, по-любому. Ну, типа, 100% если не будет туда, это будет очень глупо. Да. Безумно глупо. Потому что ОД в последнем обновлении это просто нечто. Зря не задумывались, надо было просто сразу брать. Ну, то есть, Шотов Финт? Я не знаю. Как пойдет? Как пойдет? Штормы, мне кажется, они должны что-то делать сети. У них своя страта. Я вам расскажу про пик команды Штормов, а мой коллега про пик команды Вилл Маньякс. Итак, Фейсел Своид. На нем играет Смайл Стайл. Я вылетел, поэтому я с задержкой расскажу. Радио Эктив на Эмбер Спирити, Like a Boss на Бэйне и АПМчик на Магнусе. Можешь рассказывать пока что? Ладно. Эвил Маньякс. Скрол на Шадоу Финде. Оладушек на Клокверке. А я здесь? Я здесь. Ислам на Дроу. Варварде. На Дезракторе у нас играет Смок. И Бамбамэйн играет на Саппорт Лича. Кстати, мне кажется, или Клокверк сейчас будет обузить Коги с Некромастер. Я не знаю почему, мне кажется, что они будут. Возможно. Прямо сейчас. Вкачал Коги? Да, вкачал. Да. Обуз. Только почему-то СССР не бьет. А почему только один? Потому что... Усё, три удары больше. Три удара. Ну, их не работает с Родовопечной. Ну, там три, там пять героев. Я думаю, они могут все сделать сами. А почему еще раз не сделать? Да, они будут. 50 секунд, я думаю, они еще на руку надо сгонять. А они стоят на бате пока без Когов. Итак. Два удара, попрошу. Ладно, все, пошла игра. Очень мало забужили. Всего два удара, я думаю, сэфтимок. Четыре героя команды... Команды штормов. Идет на ботом руну. Очень непрофессионально с этой стороны, что они не поставили перед своими никнеймами какую-нибудь аббревиатурку. Да. И не кислам, я думаю, неофициально. Я думаю, это не сильно важно, но... Итак. А команда маньяков в то время даже не собирается, видимо, забирать урону. А дают все руны своему оппоненту. Это как-то очень глупо, мне кажется, с их стороны. У них все-таки неплохой пик, чтобы подраться, но и... Собственно, подраться за руну все-таки можно было против одного фейс-свойда. Да. Это будет обломит? Но... нет. Это будет... Мне кажется, что призраком все-таки рожден. Ну, допомогать против Квинув Пейнс. Итак, это саппорт Магнус. Очень неожиданно. И... Я не знаю, как-то я такой первый раз вижу. Я тоже такой первый раз вижу. В принципе, все понятно. Тут Бейн дает сон, Магнус привозит. В принципе, все типа... В теории все ясно. Но вот как на практике все это будет? О-о-о, смотри, иначе. Сразу. И виву. Но это связочка. А дальше? А дальше минус ману, все. Не просчитано. Ну, куда эти все уже? Ну, они похорачили клокер. Похорачили, да, отыграли мусами. Придется отжиматься ему. Может даже фласка завязывает. Что там на харде? Угу, это... Угу, это все нормально. Его не особо гоняют. Личико, потому что бегает в леса. Видели ратор? Да, стакают. Так, это верно. Дезератор помогает в СФ. Но это правильно, потому что клопа жесткого. Но даже когда дезератор помогает, типа вы все равно осталось всего 100 хп. У него фласочка есть, конечно, да. Которая осуществляется, но... Как бы... Так. Ну, и очень. Сразу крипстату откроем. Ну, Эмбр спирит, конечно, наизивание. На первом месте у тролля пока что фарм не очень. Всего два крипа. Нет, и битой отнятого. Мы встали. Да. Ну, тролль, потому что стоит против Вейдан. Собо. А Вейдан сейчас 8 урона все-таки. Да. И никто не помогает троллю. Так что, Вейдан, может, ты Денайд избивает. И, кстати, боится на хардвейне чувствовать себя лучше, чем... Я думаю, это пока. Лич еще чуть-чуть по стакает и придет все-таки. Ну, это понятно. Но пока что все идет так себе. Ну, ладно. Так, отводить крипов. Тут сразу видно, что игра идет на Shadow Finda. Ему стакают, ему отводят сразу два стака. Я знал. Так. Короче. Продолжим. А, я говорил про SF. Потому что он должен делать тут всю игру. Тролли это больше... Больше на него второстепенная роль возлагается. То есть, с помощью SF. Скорее всего, SF будет демен-жидилером. Я почти уверен в этом. Я не знаю. Вот мне очень нравится у Штормов Пик. Очень. Ну, прям жестко. Я не знаю. Ну, Клокверка тоже пока не гоняют. Вот один раз его получилось подцепить, тогда просто нет. Эксперинс, конечно, он сейчас будет получать. Ну, третий уровень. Неплохо. При том, что играть третий. И как бы саппорты команды Шторм не стакают. Алич здесь драфтером стакают. Ну и плюс у Клока здесь есть вард, которым он палит всю движуху. И, и, и... А хотя нет, зацепит. Обраточка. Идет сейф-тп, но не успеет, не успеет. Да. Это фунет был отменять сейф-тп. А хотя... У него есть хилл. Там у него два саппорта, и это, в принципе, не проблема. Хотя, флотски, ни у кого нет. Ну, ничего, там тенбусы быстро отожрется, что-то разложено. Ну, его... Частникам болит. Вард борзеть на двоих даже. Вард, молодец. Потому что войд может, блядь. Да? Ну, сейчас, смотри. Первый русский тайм-волк теперь очень жесткий, поэтому он может вообще ничего не бояться. Потому что станов-то нету. Только баш, но баш, не кейтся. По пол-хп стоят тролли и рич, при этом войд стоит фуловый, чувствуете себя отлично, фармит лучше, чем вы, керри. Команда, я понят. Так, выход на мид. Так, выход на мид, да. Сафа убьют, я думаю. Да, в любом убьют. Да, убьют. Или кто уже не сможет помочь, и дезраптор, главное не встревать. Дезраптор, дезраптор. Нет, его не словят. Хотя могли, и... Кенов-поинт может залететь, мне кажется, свой. Ну, можно было. Ну, там под ДД, и... Он был умер, конечно, но... Вафайра была, в принципе, можно было. Файр. Ну, да. Импер спирит. И сам может против Клокерка постоять. В соло пока что воет, убивает двух героев. Да. Это провал. Ну, не провал, и у него сейчас появится Ману на купол, и можно и трипулки. У него сразу поташить, у него больше фарма, чем у, например, у Троля. Он топ-3 Нетворса команды. Он ставит купол и убивает. Не команда, это же. Ну, добьет, добьет. Убьет, убьет, убьет. Но убьет. И да, умирает. Или нет. Нет. Не умирает. Троль варлотт, очень быстрая рация. Ну, хорошо играет, отыгрывает. В харде, в принципе, харда, можно сказать, выиграл. Это второй фраг СФ, я понял. Да, не пропустил. Мы пропустили. Даже без Сониквейва все убили. Ну, слеп вид. Хлопы и 1200 на руках. Слеп вид, да. Сейчас, наверное, ПТ-шка сразу, да, ПТ-шку покупает. Посмотрим, что на изелайне. На изелайне Клокверк стоит себя, уволен и чувствует себя. Эмбер Спирит вместе с Хлопой и с Воидом топ-3, как бы. Ну, я не знаю, мне кажется... Надо переключить, я думаю, на общественную стадию. Стадия вейнинга уже, как бы, у команды штурмов. Они знают, что они делают. И, как бы, саппорт это тоже. У Бэйна 1200, у дизратора 500. Да, да. Бэйна, так понимаю, фулл-саппорт. Потому что варды... Да, варды фулл-саппорт. Проверим. А Магнус и Магнусу нужно вывозить айтем. Нет. Вообще, Клопа на мид сама себе вард купила. ТП-шится на топ-дизраптор. И, мне кажется, хотят убить Воида. Но как и нет, собираться. Мне кажется, они хотят отстоять Воида. Воида просто поэтому дизраптор должен заходить. Ну, да, тут... Ну, пока что дизраптор вообще не реализовал. Потерял очень много денег на ТП-шках. И очень много времени сделал. Второй левел, при том, что война. Квойду, варды, варды. Ну, типа... И идет варды выход на СФ. Вардов нет. Самая проблема у маньяков в том, что... И что они сделают в этом выйду? Они снесут ему пол ХП, он возьмет Тайм Волки, и у него будет фул. Потому что нет слонов. Вообще. Правильно. Клоун, кто в них стоит? Только Клокверк с хука. Ну, это такое. Ну, да. Надеется на башню. Хотя, в принципе, вообще, может у них, типа, острота на большую лейт-игру. Может, они готовятся против... Ну, ну, честно говоря, против война, против... Ну, вот именно против война, типа... Вот этот СФ, он вообще никуда не идет. Эберспидрил, если... Эберспидрил не покупает фазы. Это правильный мув. Сразу тревелай и идем кушать. Как? Ну, типа, можно даже добить. Еберспидрил может купить БФ еще. Ну, я имею в виду, что он не покупает фазы, и это... Сразу выход будет торвало потом. Пожечь чуть-чуть. Так, я проводил очередной раз. Я не хочу... Но, мне кажется, уже стоит... Это такой первый звоночек. Ну, да, да. Это уже 70. 70-70, а седьмой минут. 8-й. Третий раз убирают из СФ. Третий раз. Игрей, ну, что, я не смогла, но плена, трепла одним героем, поэтому... Ну, вообще. Бэйн саппорт выше, чем хардлайнер и мидер, если что. Ну, так, чуть-чуть, но он держится с ними вместе. И ОСФ опять душ. Когда его еще не убили ни разу, я смотрел, у него было вроде 20 или что-то такого. Ну, теперь вообще все плохо. Крипов он не добивает, потому что вышечка плохо, как назло. Ну, пытается, пытается, там ушли, как раз с мидом. А сверху? А сверху могут словить. Сверху, да. Хотя... Убьет, убьет. Убьет дезраптора точно. Нет. Ой, ее. Это было, наверное, смылося. Так. А можно... Нет, тоже тут драться. Это был баш на полхэп. 9 на 0. Поздравляю вас. А все в это время Эмбер фармит. Эмбер фармит. Ему вообще никто не мешает. Ну, то есть он на фри стоит и... Клокер бот, крипп, 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 крипп. Он идет сейчас. Честно говоря, я не понимаю, почему Клокверк не идет просто и наглеет. Ну, рядом стоит хоть обливает крипов. Потому что кто ему что сделает? Ничего. Дядь, да. У него типа вот стоит вард и центри, типа он вообще боятся, по идее, ничего не должен. Но при этом он типа... И герои все наверху. Но в принципе его может убить Эмбер. Потому что... Я не думаю. Первый Клоквер. У Эмбера нету ремнантов. Это такой тоже намек. Типа... Есть ремнантов. Нет, нет ремнанта типа в запасе. Ну, я не думаю, что нужен назад на этой минуте, когда... Четыре... И смотри, смотри. Пять героев. Чего они хотели. Пять героев на топе. Все. Эмбер дальше фармит. Они все... Вот, слинувся, длинувся, Магнус наверх. Все. Клопанами деда, добивая стола, что вообще не нужно было. Клопан добитого. Клопанами деда. Да, да. Клопанами деда. Так я их сегодня не буду. И... Магнус пришел на низ. Я, честно говоря, не понимаю, почему окна снякачается через... Сейчас будут... И вот будут забирать. Ну, да и будет. Ну, я не думаю. А почему нет? Ну, потом... Они могут. Они могут сейчас просто бы не разломать все. Я не понимаю, почему они боятся драться. Я понимаю, типа, что они такие острожно играют. Они не боятся драться. Я думаю, они просто не хотят. Зачем? Ну, типа... Не знаю, почему ты забудешь, что ты нажмёшь в игре. Сф еще не пошел фармить свои стаки, чтобы вынести хоть какой-то артифакт. Хоть какую-то ПТ-шечку или Меканц. Не знаю. Ну, пытается кого-то убить. Ну, и будут кушать. Но при этом у них упало две вышки. Ну, сейчас вторая будет падать. Да? Сейчас падет. Я, и они будут драться, мне кажется. Да, они подходят. Вот, может, вообще купол пара. Они очень долго битал. Еще глиф есть на Т1. Я надеюсь, у них его прожмут потом. Да, знаю. Они стали все просто вчетвером, только что в одну точку. Да? Вот, немного я не досмотрел, но вообще там... Магнус стоит до сих пор, он ждет, чтобы... Ему нужен уровень. Ему нужен уровень шестой. Нет, просто Магнус так встал, чтобы стопашиться в критический момент. Знаешь, он ждет. Да, он стопашится, и они будут убивать. Залетает в троих. И сейчас, Соник Вае, до свидания. Минус три. Все понятное. Минус три, минус три. Нет, это развал спать. Это минус пять, это тим вайп. Т1, полное вытирание пяти мужчин. Ну, я не знаю, тут... 14-й. Есть, чем переворачивать игру в теории, но они... Не в практике. А... 2000 голды просто уходит в команде штормов, и все. Ну, они ничего не сделают, все. Это можно сказать, что это уже... Очень жестко. И... Сейчас я хочу... Стороны не просто ходят, они потанутся. И на 7000 встают по XP, и на... Сколько? На 10... На 11000, на 11-й минуте, отстают маньяки. Маньяки, ну, это очень много, да. Потому что... Крупы полагнини, наверное, Эльбера уже барабаны, травела. Изначально тут была... Сегодня уже Владимир с Паташкой на 11-й попрошу. И ты сейчас в запасе. Так что... Он пытается тут строить, формить, чтобы хоть какие-то деньги получить. Но ему больнее. Не очень больнее. У него нету мурбит маски, он не хилится. И... Только вторым скиллом. Пока сроки скилла вармить, я думаю. Да, зафармить, но очень долго будет вармить. Нет, не зафармить. Ну, вот, оставляйте срочку. Да, там души. Сэфа, все плохо. Ну, пусть, пусть. Единственное, что... Ну, какие маньяки пока сделали в хоро... Хорошая игра, это застакали, и все. Ну, для... Собственно, ясер. Потому что... Ну, харт-клокер неплохо стоял. Ну, он как бы... Не хорошо, но и неплохо. Не тягивает до вражеского, как бы... Ну, Вайт просто там развалил, и потому что, как бог сыграл. Честно говоря, это был очень хороший пик. Они, ну, как бы, увидели, что нет ни одного стана. Они не видели, что нет ни одного стана, и сразу Вайт, таймволд, это судание. Идея очень хорошая, реализация тоже хорошая. Их не видели. Оооо... Их видят. Матлокер, первый скилл, да. Умер блокер. Ну, кстати, сейчас можно уже что-то сделать. Маньяки уже ничего не сделают. Нету ни одной ульты от саппортов, которая... До свидания дезраптов? Ну, значит... СССР поставился под... Соник Вайфбэй? Ой... Ну, я не знаю, что скачать. В принципе, если бы были ульты, и уличая дезраптора можно... Как-то пытается сделать тролль, но... Сразу пиликают на него, сразу клопа, видят все. Не забывают про тролля. А тролль что? Сейчас прожмется глиф, собственно, и ничего. Видимо, не прожмется глиф. И... Утроля нету т.п. Ну, он идет сейчас покупать, но... Вот до этого времени можно было уже сломать. Т2 уже падает. Ну, вот, купила. А у него кд. А у него кд? 7 секунд. Минус 102, до свидания. Очень хорошая игра. А, и он бежит пешком. Убегает от Магнусона 100 хп. Проблема в том, ну, час 14 минут, да? Я могу сказать, что штормы перепикали. И... Штормы переиграли. Переиграли. И перепикали тоже. Они просто вот идеально исполнили то, что они собрались. Маньяков? Посмотри, посмотри вот на это. Он ничего не сделает. Вон. Посмотри. Он просто не пробивает. Это твой. Четыре мора? У него два косаря и... Владимир наверх. Я не знаю, по-моему, тут все ясно. Ну, глупой Аганим, 14 минутка, здравствуйте. Так, общая ценность. Ну, тут все ясно. Топ-3. Проблема... С огромнейшим отрывом. Кстати говоря, саппорты. Саппорты на уровне кэри и мидера. Они не выступают. Дизраптор, 500. 500. Да, совершенно верно. Вардов он чуть-чуть купил и ходит с Лаской и Хлорити. 15 минута без сапога. Четыре мора. Проблема... В том, что убийство... Ноль... Он еще какого-то там... В соло просто... Вес этого рошина. Рошина пытается... Ну, так. Ну, тут цель взять рошина и это играло с суржаном. Просто не в ней. Ну, хотя в свой... Владимир, можно. Она уйдет. Если придет Магнус, если придет Магнус со скидером, то... Да, у Магнуса, смотри, какой классный артефакт есть. Видим? Да, блингдаггер 15 минута, саппорт Магнус. Арканы, блингдаггер. Отпровал. При этом нужно сказать, что он четвертый по Нетворсу. У себя в команде. Топ-5. Короче, смотри, какая расположилась общая ценность. Да, я вижу. Да, здесь герои сразу просто одной команды. Даже уже Магнус тут... Боже, да. Догоняет, догоняет это все. Ну, трой пытается уйти в отрыв, он формит. Но... Нарошана? Нарошана не будет имбрана. Клокер кинет, конечно. Нарошана ракеточка. Правда, да. Но они не боятся. Проблема в том, выводясь кубер, обожарите на что-то, клопы, только уличая стульта. Благо, чтобы Бойк не поставил на что-то, на что-то их купол. Личи даже не идти. Ну, это просто. Да, 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 да. И до свидания. А хотя он идет, но он не успевает. Ну, а что он сделала? Хотя, хотя, свершая недолго месяц, дружи. Ну, а что они сделают? Я не понимаю. Я ничего не сделаю. Ну, смотри, в теории залетает Клокверк, лишь дают ульту, дезераптор, ульту, эсэф кайлы. Вот так вот залетает Клокверк, сейчас умрет. Сейчас клопайла его просто разместит. До свидания. А, ну, залетает. Все, все. Надо уходить. Все, и лишь даже чатик. Я не заберу. Ага. Сон, ага. Заберусь сначала дезерап. Нет. Сон, запрыгнет сейчас. Нормально. Нормально. Я так, как я заберу, это не может быть, умер, кстати. Я не понимаю, почему они до конца, они в плюсе, они в плюсе, потому что Войт умер. Войт не могал. Выграть четыре драки подряд, даже, это, можно все равно, это не победа. Ребята, не забудьте итог сфотографировать, хорошо? Какой итог? И у когда команда сыграют? Когда команда сыграют? Не мешайте комментировать, пожалуйста. Вот. Можно поздравить команду маньяков с первым киллом. В принципе, да. Семнадцатая минута. Подозьях, кто убил? Войта убили, а кто? Войт не поставил купол. А, да, ульта в последнюю, прям в драке прокачал ульт. И это, сыграл на руку, но все же, тут уже, такое, конечно, нельзя сказать, что такое-то преимущество, или что-то еще. Это Бэйн. Это Бэйн, у которого больше денег, чем УСФА, на 17-й минуте. Этим все сказано, как-то. Ну, относительно больше. 400 голодов и плюс. Минус, Сав пытается что-то выформить, но тут уже, я не знаю, что поможет. Его разбирают, как, как Magic, так и, блядь. Эмбер фармит очень жестко. Ему осталось буквально 800 голды до БФ. Ну, да, тут уж и этот БФ не нужен, тут все. Да, ну, это игра закончена уже, даже морально. Он не знает, что собрать, ну, типа он может узнать, что собрать, ну, типа БФ, типа стандарта, этом фармить, но ему не надо фармить. Но я не думаю, что это будет плохой, я это, я думаю, просто. в траке он будет неплохо. Типа если бы собрать какой-нибудь, не знаю, кристаллис, это было бы жаще, но все же, но всякий, знаешь, такой, очень сливовый вариант. Я не знаю, как здесь могут штормы проиграть с такой религиозной. я не перестану хвалить команду штормов за пик и за... Парень играет с РП. Магнус. Сейчас бы дал РП. Сейчас бы наиграется, проиграется. Т2 там, крипы пушат. Ну, не думаю, они заберут Т2, а сейчас кто-то ТП-шница. Нет. А там, ну, типа имбер есть, но... А почему им не тем? У них есть и... У них есть все. Тупо идти заканчивать. Надо было... Надо не стоять вместе с Квапой, потому что Дезрактор как бы... Хотя у всех уже появились жестые вебовы на... У всех саппортов вражники. Ну... Очень плохой вкуп. Боже. Как ловят эти парни чайник. Да. И передал. И передают. Передайте за проезд, пожалуйста. Да, типа... Ну, все равно, все равно, тут уже забей. Ну, да. Вокверк. Они и с таким плохим куполом... Ну, типа, с таким хорошим чайником даже не смогли ничего сделать. Можно писать гигио-кодом. Да. Можно писать, когда было 15-0. Потому что... Там драка, когда в 5 было... Там... В общем... А что они не ходят? Я хочу посмотреть. Липога-код халит, а они ушли. А. Хочу прикол. А... 21 тысяча отрыва. Да? Да. Я покажу график. Просто... Это график просто вверх. Он... Он вообще... 14 тысяч экспириенсов. Почти не искаллялся. 21 тысяча голды. Она... Ну, типа, вниз он не просаживался. Он просто стоял ровно. Он, типа, на уровне и вверх. На уровне. Честно говоря, даже не знаю, почему ГГГ не пишут с командой. Ну, нет. Возможно, потому что это... Наверное, вызывать из квалификации. Все-таки хочется до конца. Но тут уже, ребят... Это уже забейте. Ничего, они уже здесь не сделают. Что-то пытаются. Квапу могут затыкать. Ну, не затыкать. Вот эти... Кайлы от темеки. Неплохо сыграно. Неплохо. Ну, даже попал шла-то. Догоняйте их уже, если их. Ну, там уже. Честно говоря, Вот, очень сильная ошибка была вайдаж. Он поставил так купол. И очень хорошо, что чайник так полетел. Но остальные... Но все равно это уже сделали. Это уже такое. Так. Это уже не важно, потому что... Поздно, поздно. Да? А они тут остаются. Они сейчас добьют. Добьют эти бараки. Продукопы нету. Купа ушла. Купа... Локопа. Ну, хотя они четвером, по-моему, размотают. Твой целян. А, вот, кстати, блин купил. Ну, правильно, в принципе. Нормально, в принципе. Погибаться улетать. Нормально, по-моему. И сейчас появляется... Появляется... Хроносфера. И он купит огоним. Я думаю, это уже не надо. И смотри, что он делает. Все это... Создание. Это ГГ. Ну... Не хотят, не хотят, конечно, очень сильно. Но, надо. Вот тут уже... Да, все. Тянь. Сейчас тяник передадут, правда, парни. Ой, Бэй. Бэй не захотел передавать. Что ты можешь сказать по этой игре? Очень плохая реализация от Ивел Маньякс. Может, пик был и не настолько... Ну, хотя... Вот, единственное, что я могу сказать, это... Воид. С новым таймволком. И у маньяков нету станов. Ни одного. Заскриним. Так, мы скриним игру. Все. Мы заскринили. Заскринили. А мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok